здравствуйте мои хорошие мои любимые я приветствую вас на канале яна и кристина приветствую вас чицкого озера мы из эстонии сегодня ожидаем своего любимого мастера ремонт на что до сих пор никак не завершится хотим поставить дверь в мамину комнату в эту новую наличники я еще на кухне там хочу наличники тоже приколотить поэтому вот хожу жду мастера нашего вот а пока жду хочу ответить на некоторые вопросы их достаточно много накопилось вы много чего спрашиваете я конечно отвечая иногда там письменно но всего как бы не расскажешь на все не ответишь вопрос всякие разные вопросы интересные значит что спрашивают спрашивают например такой вопрос что вот мы живем в эстонии как мы общаемся или обращаемся не совсем поняла этот вопрос честно говоря общаемся в магазинах общаемся мы на государственном языке потому что и я и моя мама и мои дети мы все родились здесь в эстонии это наша родина поэтому эстонский язык наш второй родной язык мы говорим на нем свободно все и в магазинах в госучреждениях и вообще в любом месте на для нас не каких проблем нет и на русском можно обращаться общаться в магазине по сути и эстонском можно и на английском можно и никаких препятствий никаких проблем не возникает в общем проблем никаких нет вопрос еще о том какие у нас люди девочки но как какие люди люди везде одинаковые люди разные ну как везде ну вообще никаких отличий собственно нету по вопрос еще был девочки спрашивали про черный сыр я обещала вам что этот черный сыр я узнаю и когда узнаю вам отпишусь дело в том что здесь где мы сейчас в лесу находимся в провинции конечно никаких черных сыров здесь нету и я даже попросила своего мужа в таллине чтоб он значит про штудировал несколько магазинов и узнал про этот сыр рассказал цены все такое и вы знаете он много где проходил сыра не нашел этот сыр купила моя мама как-то на свой день рождения в этом магазине мы уже тоже были его там нету мама сидит победоносно хихикает что она вот так вот достал его и теперь это всем интересно многие спрашивали про него ну вот пока ничего не могу вам рассказать потому что я его не нашла не муж не нашел не я не нашла но не все потеряно я сама когда приеду в таллинн наконец после дачи тогда я постараюсь сама лично найти его может быть может быть меня получится у да удастся его откопать и где-то тогда расскажу подробно сниму будем с вами дегустировать вместе и цену и все расскажу так какие еще вопросы вопросы о фундаментальный вопрос был об экономике эстонии мои хорошие но у меня же обычный влоговый канал и никаких как сказать таких полномочий снимать такие серьезные видео но у меня правда нету ну что я могу сказать что у нас страна очень хорошая она очень красивая дружелюбная что у нас здесь есть у нас здесь есть мясо молочная продукция промышленность потрясающе совершенно у нас в шахты добывается сланец из этого сланца мы получаем масло и за счет всего этого свою электроэнергию у нас есть порты для транзита для пассажирских перевозок лесообрабатывающие заводы многое многое еще другое между прочим в эстонии если кто не знал то именно в эстонии придумали skype у нас очень хорошо развиты вот эти е технологии у нас дигитальные рецепты в аптеках у нас в банке берут номерки этот тоже очень часто спрашивают и часто удивляются например россии как у нас вот эти очереди проходят и в магазине за колбасой из номерок к врачу и сдать кровь у нас именно вот эти вот номерочки то есть и дигитальные рецепты у нас есть и дигитальное обучение у нас есть и школьные дневники или журналы у нас тоже дигитальные что еще еще вопрос был о том что что могут позволить себе жители живящие да вот в эстонии ну что они могут себе позволить первое что мне почему-то пришло в голову я так больше на примере своих своих знакомых да как бы это путешествие путешествие по европе без виз беспрепятственное совершенно может позволить себе абсолютно любой даже студент потому что зарплата у нас тоже достаточно приличные средние вот например минимальная зарплата да у нас 574 евро по моему тоже так могу не точно не точно говорить но в общем где-то так то есть вопрос тут был из россии поэтому умножайте какой сейчас там курс 70 больше выше вот и тогда поймете как бы даже совершенно минималка вот что еще расскажу про пенсии пенсии где-то ну 400 500 вам даже может быть выше как-то не до пенсии еще далеко поэтому я не очень в курсе но 400 500 по моему этого весьма реально вот про бензин вопрос был бензин у нас евро 31 литр стоит вот что у нас еще есть в школах питания тоже был вопрос как вот значит с этим питанием школ в школах во всех с 1 по 12 класс у нас питание за счет государства бесплатно и знаете даже когда была пандемия в это время же в школу то никто не ходил может дигитально учились то выдавались сначала было значит выдавались детям горячие обеды надо было приходить к школе и в определенное время и вам выдавали такую картонную как не картонная знаете вот пластмассовую коробку пенопластовую которая держит тепло и вот там был полноценный горячий обед для каждого ребенка вот а потом попозже стали делать так что во время пандемии я имею ввиду что стали выдавать продуктовый набор на целую неделю и вот что входило в этот набор я от этого набора отказывалась вот потому но это было без исключения всем возможно доступно не только там кто-то мало обеспечены или обычные люди нет это было доступно всем там было значит банка супа значит такая как который разведешь один к одному у нас очень вкусные эти вот супы и значит супчик у вас будет потом там было какой-то набор фруктов даже морковка лук то есть чтобы сварить себе суп на неделе макароны там или гречка колбаса дальше еще не знаю что что то так сыр не то что там знаете сухой паек какая-то гречка пачка тушенка не 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 были совершенно полноценные так что в общем то получив этот пакет ребенок мог неделю питаться и так не тужить чем молодцы а так в общем то что еще в таллине например у нас бесплатный транспорт но это только для жителей таллина вот был вопрос о том что во всей ли эстонии это вот это я не могу сказать но поскольку мы зарегистрированные жители таллина то для нас проезд абсолютно в любом транспорте какой бы он ни был в таллине он бесплатный мы специальные карточки прикладываем к валидатору и ездим бесплатно сколько нам хочется и куда нам хочется ну в общем как то так вот приблизительно такие вот ответы вопросы вот девочки которые хотели чтобы мы приехали в лох усу и сняли лох усу я постараюсь ближайшем светлым будущем обязательно к вам приехать тоже снять ваш поселок обязательно хотим доехать но я во всяком случае так планирую вот так что вот и наш мастер и подъезжает да и вы хвалитесь мастер наш дорогой приехал вы снова в youtube и снова на камере заходите да мы когда-то встречались в этой территории как вам комната замечательно знаете кто-то делал хорошо правда да вот видите у нас как делают мастера у золотые руки не говорите телефончик можем дать таких специалистов из рук в руки номера номера две недели ждали пока высох да ну как недели после последнего смысле моя часть пропитали да 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 потом еще два слоя на потолок 5 у меня слоев а стены потолок 2 тут то все таки динамичные рюшки здесь каблучки это песочек каблучки но это если если где-нибудь где-нибудь барчик тогда каблучки а так чё босиком лапой грязной пяткой дверь есть в общем можно было бы поставить знаете так как бы кухонную берете вы кухонный берете а давайте как-нибудь с агитируем другую сторону не ну снимайте будем снимать до чтобы и новую сюда а вы померите мне вас сразу чтобы нужно что нужно заказать хорошо нечем пальцем только но рулетка есть а дверь поставить вы завтра будете ставить а во сколько придете не с утра то есть можно на озеро уйти с утра до вечера придется после обед а когда у вас обед во сколько в 12 до 2 то есть до 12 можно вызоваться будут хорошо то что сейчас ее снять я боюсь меня новый нет а там вдруг мышь но если вы ее покупаете то я могу и вам сразу не пока пусть стоит но вам чтобы надо снять новые мы замерим да так вы хотите не хотите я хочу но еще не так сфотографируйте отправьте мы ее раз у меня есть я могу вам прислать у вас есть где-нибудь во сетях не сидите но завтра приходите телефон это будет фото будет не информативно да 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 хорошо я пластикат не снимаю да я не снимаю пластикат берегу ее как бы для вас что не это сам вот ничего там очень аккуратненько с ней вот а здесь все наличники новые пойдемте еще одна секретный замок очень секретный так смотрите новая аккуратненько если певец не голосе то особо аккуратно в общем вот дверь вот коробка на без порога это наличники на дверь это там кусочек плинтуса не хватает в той комнате от окна помните меня вот этот кусок от лакирован он где-то до сих пор произвольно а вот это бы я бы еще хотелось вас попросить вот здесь на кухне вокруг окна здесь три доски вот такие широкие нужны отодрать и прицепить это когда мы сделали кухню я чуть не подумала вот на это место нет 90 больше не это самое вот сюда если можно так вот все здесь их всего три потом ну да ну как-то перекрывала ну как-то чтобы стык ну как-то я не знаю как не было ну как вот этого ну как чтобы не было бы за чтобы так вот поставили красивый все так они 90 но все вот эти вот три вот эти вот да вот так вот просто я хочу поставить его поставим но можешь какие-то после накладника на жрубчик поставить они забивать чтобы там обратно чего было снять если вы думаете окно там чё-то с ним делать а я буду красить его же с той стороны ободрел я его ободрел будет она будет я его обтирую так и так и покрашу меня уже с той стороны обдёрнута здесь еще вот это не красит линь так лучше я выпил лакера выдаюсь нет есть смысл пока не ставить вот это снять я вот именно обработать я потом когда все будет сделано чтобы наличники не мешали новые потом потом назвать вот так вот поставьте мне три доски наличники опять вы пойдете нет мы будем сначала пол менять сентября до вас ждет пол вы же любите пол бы я знаю любите мы бы хотели в сентябре вот на выходных мы будем сюда заезжать мы можно на вас рассчитывать вы как в сентябре я тут да а потом карантин кончится нас путин санкт-петербург в сентябре вас не пустят я хочу в конце октября с ребенком лечиться меня не пустят так что мы никуда не денетесь в сентябре потому что если в апреле делать здесь очень холодно быть еще как-то вот тяжело а в сентябре мы еще можем наездами же там это мы бы спал бы сделали хотя бы пол потому что потолок и это все то ждем вас завтра в ту сторону да хорошо да а рыба вот как эта рыба рыба надо рыбы нам бы рябушку как говорила даст старше до кого-то ехала тоже хотела рыбы поехали сейчас леща где-то там купили в талину ехали да мы рябушки с большим удовольствием да свежие вы такую хорошую привозите свеженькую что были порвал у всех рыбаков провала законы почему из-за урагана поэтому нет рыбы нигде где-то там торгуют осенние рябушки с икровищем но она худая не вкусная это которая замороженная потом фу кому это надо а так то ей нету да хорошо потому что мы тогда очень хотим да все хорошо значит да хорошо все давать кто не того что хотели я на машине что вы хотите хорошо тогда куда чего а у меня нет вашего телефон хорошо кристина что делаешь пазл да как здорово чем тебя а это такой черно-белый пазл не знаю есть ли у вас такие в россии или где-нибудь да такие вот пазл у нас смотрите коробка в нем черно-белый пазл с дельфином достаточно сложный 150 штук и еще в коробке набор всяких разных фломастеров то есть вы сначала складываете и потом разукрашивать там есть даже с блестками вот здесь тут блестки сколько я помню там тоже должно быть что такое с блесками всяких гели до такие как то есть дельфины рыбки теперь все сложила и будешь разукрашивать черно-белый вид гораздо сложнее складывать но крысин это делает буквально не знаю очень быстро очень быстро у нее любимое занятие типа зла навсегда их делала легко и очень любит вот это еще она очень стала любить до читать она вообще стало что-то вообще так здорово данный момент она читает к приключению гулливера путешествие это очень интересная книга гулливера уже там во многих местах это у них в школе как бы на лето рекомендация к прочтению и кристина эту рекомендацию как обязательную программу себя решила и все весь этот список читает много книг у нас дома по повод привез а то что не дома значит будет онлайн в планшете или как-то это читать все она читает он записывает что прочла вы смотрите как здорово раз раз все как она любит а старше по 2000 собирает там но он тоже очень быстро молодец карстина кризис прямо с детства с раннего вот эти пазлы а ручки смотрите фломастер блестящие даже круто молодец браво а для взрослых сейчас новая игра вообще-то во всем мире покупаются тоже вот такие альбомы там надо соединять точек и например 1.2 потом у нас 3 и получается целая картина этим увлекаются и взрослые люди во всем мире это очень модно я тоже стояла в магазине и думала взять но и просто впереди было лето думаю на лето я не буду это делать а вот зимой именно точки не разукрашки а потом как-то ты разукрашиваю я потому что в питере видела да да смотри это получается огромный кит а как его разукрашивать видишь пример здесь есть там блестящие у тебя как-то не блестящий обычный тут есть обычные должны были быть блестящие еще или нет ну давай вот как есть мой как здорово картина такая разукрашка два в одном смотрите как вымахал цветок еще больше вымахал он уже прямо свешивается скоро до земли будет он и должен красивый как здорово чтобы пазл да разукрашивать интересное какое занятие все набраться может быть это смотря для какого возраста да это невозастая маркеры 150 штук это невозастая маркерская картина